Здравствуйте! Это программа День Города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. 42 эвакуированных и один пострадавший. Последствия ночного пожара. Он стоит на перекрестках в свете для детей и взрослых. На улице Черновицкой заработал светофор. Поучился, подкрепился. В рязанских школах появились автоматы с едой. 5 пожарных расчетов, 15 человек личного состава, 42 эвакуированных жителя и один пострадавший. Таков итог пожара на улице Бронной. На месте побывала и пообщалась с жителями дома номер 14 Мария Рудая. Типичная хрущевка в центре Приокского. Местами серый кирпич превратился в коричневый. Два окна на втором этаже красноречиво свидетельствуют об ушевавшем ночью пожаре. Окна заколоченным, за ними выгорело все полностью. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 23.40. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. На пожаре было эвакуировано 5 человек. 42 человека спасено, в том числе 5 детей. К сожалению, имеются пострадавшие. Мужчина 1990 года рождения. Доставлено в медицинское учреждение. Предварительно отравление продуктами горения. Пенсионерка Надежда Купцова сквозь сон поняла, что в квартире сильно пахнет горью. Трехэтажка заполнилась дымом. Женщина признается, она очень испугалась. Открыла дверь, посмотреть, что в коридоре, где что горит-то. Открываю, дым горячий. В момент забила дымом полностью. Выходила я, меня эти, выводили, маску одели. Пожарники. В скорую помощь, давление сильное, таблетку дали. Посидела и на улице стояла. Потом в автобусе. Выбегали на улицу прямо в домашней одежде. После того, как пожар потушили, жителям дома предложили отправиться в ДК Преугский, где специально для них планировали поставить кровати. Но все решили остаться у себя дома. Утром приехали сотрудники управляющей компании, чтобы убрать мебель из сгоревшей квартиры. Пожар. А уж чего, от чего, мы не знаем. А здесь наша контора вот рядом. Этот дом к нам относится. Вы управляющая компания? Да. Вы сейчас разбираете, кем она к нам. В подъезде и квартирах пока еще темно. Пожар уничтожил часть проводки. Электрик Юрий Щербаков старается восстановить электроснабжение дома как можно быстрее. Вот эта половина полностью сгорела. Хоть этой половине свет дать. Четыре квартиры дали. Пооткусывали половину. Сейчас в коридор хоть людям ходить здесь. Свет хотим дать. На тушение пожара были отправлены 15 человек и 5 автомобилей. Сейчас ущерб и причина пожара устанавливаются. А пока снег окрасился в черный от сгоревших балок и перекрытий, которые, судя по всему, выкидывали прямо из окна. А еще в подъезде и на подоконниках так и остались лежать пивные бутылки и окурки. Мария Руда и Сергей Данилин. Телекомпания «Город». Светофор на улице Черновицкой наконец-то заработал. Напомним, что установили его еще летом. Однако к электричеству подключили лишь сейчас. Одни обрадовались, другие прогнозируют увеличение пробок. Пешеходы переходят на красный, а водители тормозят на зеленый. Такой коллапс начался днем 18 февраля на улице Черновицкой. Здесь включили светофор, который не работал более полугода. Поставили где-то летом. Того года поставили. Мы, конечно, все ждали, что включат к первому сентябрю. К первому сентябрю не включили. Потом я увидела репортаж по телевизору. То, что поставили светофор, а он не работает. Ну вот хорошо, что заработал. Теперь будет спокойно проходить и с колясками. За сутки перестроиться на новый режим не успел никто. Таксисты говорят, что каждые полчаса они слышат рев тормозов. Аварий пока не было, но люди просто привыкли не обращать внимания на цвет сигнала. Многие узнали о подключении светофора от съемочной группы. Почему на красный идете? На красный, а когда включили? Вчера еще не работал тут. По привычке. Только вот увидел. Если вы не сказали, я бы не заметила. Спасибо, что сделали. Здесь очень прям опасно всегда ходить. Они сигнал не поставили на пешеходный переход звуковой. Люди-то не знают, они не видят. Они привыкли, идут и идут. Думаю, плевать. Пешеходов будет, ребята, еще больше. Вчера чуть-чуть не сбили уже на моих глазах. О прошлых временах теперь вспоминают с ужасом. Новый светофор установили на оживленном перекрестке. Это пересечение улиц Черновицкой и Гоголя. По словам местных жителей, они давно ждут этого события. Ведь движения на этом участке дороги загружены, а пешеходов много. Я сам как бы водитель часто по этой дороге езжу. Бывает, что приезжаешь, машина где-нибудь в обочине вон там стоит, ну, кого-нибудь собьют здесь. Потому что, ну, ночью здесь плохо видно, а гоняются люди все равно. Поэтому светофор нужен здесь был. По крайней мере, если что, я хотя бы ехал на свой разрешающий. Были у светофора и свои противники. В социальных сетях люди говорили, что лучше бы его и не включали. Боялись пробок. Однако, по наблюдению местных жителей, заторы не увеличились. Наоборот, если раньше пешеходы шли без перерыва и перекрывали движение, то теперь дорогу пересекают группами. Зато осталась другая проблема. Переход вроде почищен, но чтобы разминуться на нем хотя бы вдвоем, нужно залазить на ледяные сугробы. Мамам с колясками и вовсе приходится фактически нести их на руках. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, Целекомпания «Город». Сразу два дела об уклонении от уплаты налогов возбуждены в настоящий момент органами ОМВД и Федеральной налоговой службы. В одном случае сумма неуплаченных налогов 37 миллионов рублей. В другом – 118. Теперь в отношении этих людей проводится следствие. В одном случае генеральный директор коммерческой организации, работающий в области производства автомобильных аксессуаров и детских удерживающих устройств, оформлял с подконтрольными ему организациями фиктивные сделки по поставке товаров и покупке сырья. В налоговой декларации он включал ложные сведения о налоговых вычетах по таким сделкам. В результате совершенных противоправных действий возглавляемая им коммерческая организация не уплатила налогов на сумму более 118 миллионов рублей. Второй случай куда интереснее. В 2013-2014 годах генеральный директор одной из рязанских транспортных организаций придумал необычный способ уклонения от налогов. Он раздробил свой бизнес и создал 14 подконтрольных ему организаций. В них действовали специальные режимы налогообложения и непредставления налоговых деклараций в налоговую инспекцию. В результате возглавляемое обвиняемым общество не заплатило налоги на сумму свыше 37 миллионов рублей. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины руководителя организации. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается. Соки, молочные коктейли, нектары и воду теперь можно будет купить прямо в учебных заведениях. В 15 школах города установили специальные автоматы с едой. Как к этому относятся родители и что советуют диетологи, узнаете в нашем следующем материале. Вода, соки и молочные коктейли. Вот набор, который мы обнаружили в так называемом автомате с едой. Специальные аппараты после согласования с региональным Роспотребнадзором установили пока в 11 школах. В планах эта цифра увеличится до 15. Общественность, узнав о подобных нововведениях, отреагировала неоднозначно. Главные опасения были связаны с тем, что в данных аппаратах будут продавать газировку, чипсы и шоколадки. Мы их там не увидели. Хотя сок тоже не так уж и полезен. Врачи предупреждают, обилие сахара даже в детских соках может повредить здоровью. Ведь жидкие углеводы наиболее опасны. Жидкие углеводы моментально всасываются, поднимают уровень сахара в крови. У ребенка может быть уже неконтролируемое какое-то поведение. То есть он вдруг может стать нервным, возбудимым, не управлять собой. А потом наступит редкий спад. Сами дети уже имеют свои вкусовые предпочтения. Макароны с сыром люблю, макароны с яйцом. Люблю котлеты, сосиски, картошку, курочку, супы. В школе система питания налажена таким образом, что каждое блюдо рассчитано по количеству калорий и энергетической ценности. Так, из необходимых 2000 калорий в день на завтрак и обед дети получают 60% от суточной нормы. Поэтому дополнительные перекусы им просто не нужны, считают специалисты. А вот наличие консервантов и красителей может повредить здоровью. Даже обычный шоколад способен принести немало проблем. Казалось бы, ну что такое, съел шоколадку. А если задуматься, какое количество жиров и сахара в этой шоколадке, это колоссальные цифры, которые даже малыш, даже ребенок, который бегает, прыгает, не в силах истратит. Более того, что часто же все эти продукты дети, не понимая, кушают вместо обычной еды. Сейчас проблема номер один во всем мире – ожирение, в том числе и детское. И как следствие – сахарный диабет. Проблемы с эндокринной системой и гипертония в раннем возрасте. Чаще всего именно нарушение пищевого поведения влечет за собой такие негативные последствия. Поэтому правильному питанию должны учить в семье. Тогда у ребенка будет меньше соблазнов вне дома попробовать чересчур ароматные чипсы или сухарики. Сами же родители проблему понимают, но в установке автоматов с водой ничего страшного не видят. Ну, в принципе, наверное, это все-таки неплохо, но только, наверное, нужно продукты такие более здоровые. Хотя сложно, наверное, из снеков выбрать здоровые продукты. Ну, водичка, сок, может быть, это все приемлемо. Наталья Назарова считает, что перекусы не так полезны, как полноценный завтрак и обед. Я больше отношусь положительно к нормальному питанию, которое просто им давали. Ну, и дают, собственно, до сих пор. Кашки, макарошки, чай, булочки. Они сами это больше любят, чем еду из автомата. Здоровье нации начинается с детства. И старая добрая истина – мы есть то, что едим сейчас, по-прежнему является аксиомой. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Теперь и в сети начал работу персональный сайт губернатора Рязанской области Николая Любимова. На сайте несколько разделов. Например, есть информация о работе губернатора, а также его личные данные и фотобанк. К тому же на сайте можно узнать о различных проектах, реализуемых в Рязани области. Действует электронная приемная. Сайт доступен по адресу gubernator.razangov.ru Напомним, губернатор Рязанской области Николай Любимов уже зарегистрирован в социальной сети ВКонтакте, где к нему также может обратиться любой желающий. Они прогнозируют возможные происшествия и оперативно реагируют на чрезвычайные ситуации. Специалисты разных профилей ежедневно контролируют окружающую обстановку, чтобы предупредить о возможных кризисах. Наша съемочная группа попала в самое сердце МЧС – Центр управления в кризисных ситуациях и узнала, как он работает. На мониторах Центра управления в кризисных ситуациях непонятные стороннему наблюдателю графики и карты. Все это картинки со спутников, камер видеонаблюдения и специальных программ. У нас для мониторинга, так скажем, сезонных рисков, таких как паводок, пожароопасная обстановка, обстановка на дорогах на федеральных, используется ряд ведомственных программ, а также открытые ресурсы интернета. Сейчас активно наблюдают за дорожной обстановкой с камер видеонаблюдения. К каждой картинке есть своя таблица, в которой указана окружающая температура, а также температура дорожного покрытия. Все для того, чтобы выявить особо опасные участки. Отсюда же можно наблюдать и за паводком, и предсказать его последствия. Есть определенные расчетные программы, которые разработаны нашими институтами МЧС, которые при определенных уровнях воды и учете рельефа, при заданных, известных, так скажем, плотности населения, выдают примерно количество домов и населения, которые попадают в зону подтопления. То есть мы задаем уровень, который мы предполагаем, что будет, программа нам рассчитывает и выдает ее результаты. Кстати, именно с этого компьютера отправляются метеопредупреждения в региональные средства массовой информации. Здесь же и пополняется оперативная информация по каждому происшествию. Чуть дальше зал для пресс-конференций и связи с районами. Заслушаем ЕДД Шиловского района по организации ледовой переправы. Автомобильная переправа через река Ака на населенный пункт Юж, что работает в штатном режиме. Минимальная толщина льда 46 сантиметров, максимальная 56. На связь с районами выходят три раза в день, собирают и обобщают информацию. В общем, именно этим центр и занимается. Мониторинг дорог, водных объектов и окружающей обстановки в целом. Все данные поступают на телефон дежурного или со спутника на компьютер. А потом предстоит действовать. На территории Рязанской области создается штаб ликвидации данной последствии. Оперативная дежурная смена производит сбор, уточнение информации, организация взаимодействия с силами и средствами, которые направлены на ликвидацию данного происшествия. О мозговом центре Рязанского МЧС хотелось бы рассказать больше. О специалисте по прогнозу развития чрезвычайных ситуаций, работе оперативных дежурных и специалистов по распределению сил. Вот только далеко не все сотрудники открыты для разговора. Поэтому работа многих так и останется тайной. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В центре Рязани лучше не ходить. Новость с таким заголовком появилась в социальной сети. Из-за потепления вся наледь, скопившаяся на крыше, упала на тротуар и попутно сорвала висящие на фасаде кондиционеры. Подробности далее. Это одно из красивейших мест Рязани. В двухстах метрах находится памятник Сергею Есенину. С левой стороны отреставрированное здание казначейства. Вверх по улице находится театр юного зрителя. Однако ходить здесь теперь может быть опасно для жизни. Снежная лавина буквально уничтожила кондиционеры, прикрепленные к фасаду здания. От порыва ветра шатаются металлические конструкции. Висят, можно сказать, на волоске на высоте в полтора метра. На дороге метровые куски льда, настоящие застывшие глыбы. Льдина пошла вниз с крыши, все, и задела, соответственно, вот эти все кондиционеры. Поэтому поломка так и произошла. По словам работников соседнего офиса, обрушение произошло еще в выходные. С тех пор последствия стихии не убрали. Раньше, когда действовал здесь банк, был безопасен, потому что за ним следили, убирали. Но сейчас, когда здание пустует, за ним нет никакого ухода. И особо никто тут не ходит. В основном по той стороне. Банк съехал из здания еще в марте 2017 года. Сейчас из организации в доме осталась лишь сувенирная лавка. Кстати, над входом в нее крыша почищена. Чего не скажешь об остальных участках. Слои около полуметра и сосульки. Вот чем встречает прохожих в дом номер 10 на улице Петрова. Я с опаской хожу мимо дому. То есть, вот, ожидать можно где угодно. Я в шоке, я не знаю. Я только приехал, сейчас увидел. Бывает, что, бывает. Это Рязань. Халатность, наверное. Какие-то службы, наверное, должны следить за этим. Потому что здесь могут, даже не только дети там и люди пожилые, а все люди могут ходить. И это ужасно. Надо, конечно, наводить порядок. Можно предположить, что причиной обрушения стало потепление. Ведь подобный случай не уникален. На днях массивы льда сошли с крыши дома номер 4 в проезде Грибоедова. Под их весом оторвались удерживающие снег металлические конструкции. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Экстремальный спорт или образ жизни. На улице города зимой выехали велосипедисты. Казалось бы, нетипичный для этого сезона спорт. Но что заставляет спортсменов выходить в город со своим железным конем зимой? Под удивленные взгляды окружающих по улицам города ездят велосипедисты. Порой одеты они вовсе не по сезону, в шорты или футболку. Но не все спортсмены предпочитают кататься в одиночестве. Да и одеваются обычно куда теплее. Они собираются группой по 5-6 человек, встречаются в установленном месте и покоряют зимний город. Очень здорово кататься зимой. То есть там могут люди говорить, что это как-то не по погоде, но тем не менее мы всегда собираемся в компании и катаем зимой. Можем где-нибудь остановиться, устраиваем пикники, можем попить чай с печеньями, поесть шаурмы где-нибудь и дальше едем. За раз ребята проезжают от 30 до 50 километров. Все в черте города, далеко не уезжают. Самая низкая температура, при которой они катались, минус 15. Для зимней езды велосипед нужный особенный. Или необходимо вносить какие-то изменения в свой. Максим конструкцию своего не изменил, только посоветовал смазывать цепь почаще, чтобы не заржавела. А вот Иван над своим железным конем потрудился. Я добавил в него, купил зимнюю резину. Шипованную специально, с протекторами такими специальными, чтобы она по краям была. И нормально, чтобы приехала. Главное, чтобы не проскальзывала. И я добавил крылья, не снимая тоже, потому что тоже бывает грязь, летит песок всякий, разрушает цепь, систему, кассету. Иван рассказал, что летняя резина зимой быстрее изнашивается, трескается и приходится ее менять. А вот Константин решил проблему кардинально. Он купил себе фэтбайк. Специальный велосипед с большими шинами. В них давление поменьше, от этого сцепление с дорогой лучше. Любой сугроб не помеха. Катается Константин всесезон на второй год. Говорит, что ничего страшного в зимней езде нет. Многие в первый раз. И многие говорят, что ожидал худшего, думал, будет сложнее. А по итогу разницы совершенно никакой. То есть это больше в голове, больше морально. Спортсмены с опытом предостерегают новичков от возможных ошибок. Самое главное – это одежда. В прошлом году Константин катался впервые. Азиап и переболел гайморитом. Теперь все ошибки учел. В первую очередь колени. Очень чувствительные ко всему. Там же как бы нет мышц. И их надо растирать обязательно. По возможности какие-то бандажи, может быть, эластичные бинты. Ну и, соответственно, размяться. Очень помогает вот эта штука на шею, на рот, чтобы дышать не холодным воздухом, а теплым. Ну и по мере своих возможностей, у кого уж какие есть одежды для зимы. Константин работает инженером, Иван – токарем. Коллеги знают об увлечении ребят и поддерживают их. Правда, сами пересаживаться на велосипеды не спешат. Ребята рассказали, что слышали о себе самое разное, что они молодцы и что они сумасшедшие. Но спортсменов это не останавливает. Они одеваются потеплее, собираются дружной компанией и отправляются по новым тропам в старом городе. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Свидетелями Суперлуния станут все жители Земли в ночь на 20 февраля. Спутник Земли в этот момент кажется на 30% ярче и на 14% крупнее, чем на самом удаленном расстоянии. Такое бывает несколько раз в год. О редком явлении в сюжете Дина Исляевой. Алексей Бусаров, астроном-любитель. За всеми звездными явлениями наблюдает в телескоп. Специальную площадку можно не искать. Подойдет двор рядом с домом. В астрономии такого понятия, как Суперлуния, нет, рассказывает он. Его придумали, скорее всего, чтобы привлечь внимание. К этому красивому явлению. Несколько раз в год спутник Земли приближается настолько, что кажется больше. Суперлунием называют момент, когда полная Луна проходит от Земли на расстояние ближе 362 тысяч километров. Сейчас на данный момент мы смотрим в расстоянии 355 тысяч 973 километра. Если подождать, то видно, что вот 972. То сейчас Луна к нам еще приближается. Вот 71 тут есть вот эту строчку. Днем можно увидеть только Солнце. Огненный шар пробивается сквозь облака. Пятен сегодня на нем не видно. Суперлунию можно увидеть, когда Солнце сядет в спутник Земли. В этот момент кажется на 30% ярче и на 14% крупнее, чем на самом удаленном расстоянии. В истории, из наблюдений существует такая теория, что Луна постепенно от нас удаляется примерно на 3,5 сантиметра в год. То есть, скорее всего, наша Луна для динозавров была больше. То есть, оказывала, может быть, больше влияния. И потом, впоследствии, она удалится от нас, может быть, будет меньше. Так что нам надо пока уловить момент, налюбоваться вот этим нашим спутником. Следующие и последние суперлунии в этом году можно будет увидеть 19 марта. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Как проходит репетиция в цирке? Дикобразы, дрессированные собаки, пони, пеликаны, еноты. Как с ними работать? И что ожидает рязанцев на выступлении? Расскажем в нашем следующем материале. Заглянуть на репетицию цирка – это большая удача. Пустой зал, сцена, а представление разыгрывается только для одного зрителя. Но даже сейчас Лилия и Алла устроили настоящее шоу. По краю манежа ходят дикобразы. На сцене пеликаны, пони и собаки. И все это в одном номере. Такое редко где увидишь. Связующие, конечно, у нас нитью проходят собаки. Собаки, они кругом. Без собак мы никак. Они и с верблюдами, они и с носухами, они и с ламами. Сейчас готовим еще одну часть. Лама держит скакалку, и собаки прыгают. В принципе, она сама держит ее. На сцене редкие для цирка пеликаны – кудрявые, розовые и болотные. Алла рассказала, что хоть вид у них один, ведут животные себя по-разному. Кто-то вольнолюбивый и летает по сцене. В общем, каждый любит и делает тот трюк, который ему нравится. И распределение такое у всех животных в номере. Вероятно, это слаженная работа и нравится зрителю. Я шла с собаками на работу. Мужчина додоняет. Спасибо вам. Я говорю, в смысле? Ну, мы на премьере были у вас. Живем рядом, где жители Рязани и наша гостиница. И столько добрых слов. Прямо, я говорю, ушла. Окрыленная, с хорошим настроением. Конечно, в репетиции есть небольшие недочеты. Но прогоны на то и прогоны, чтобы в решающий момент выйти на сцену и подарить зрителю яркие ощущения. Тем более, что у цирка Филатовых заключительные выступления в Рязани. Спешите увидеть удивительных животных на манеже цирка в ближайший четверг, субботу и воскресенье. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания. Город. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом. И сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова